What's up YouTube, с вами Moon и сегодня я хотел бы рассказать вам про одного реально классного человека, которого я нашел на просторах интернета, нашей с вами любимой игры Brawl Stars. Это ни в коем случае не реклама, если кто-то мог так подумать, просто я нашел одного реально крутого чела, который делает свою работу и делает ее очень классно и ничего за нее не получает. Итак, ближе к сути. Возможно, я думаю, вы слышали про такого человека с никнеймом J.D.Core, надеюсь я его правильно прочитал. В общем, этот человек является дизайнером, но дизайнером не Brawl Stars, а просто, думаю, таких как бы внештатных дизайнеров довольно много у игры. Так вот, он придумывает нереально крутые концепты скинов, очень клево их оформляет и выкладывает к себе в инстаграм аккаунт. Вот он, если кому интересно, можете подписаться, посмотреть, потому что все топы, я вас уверяю, каждый топ следит за его аккаунтом и всем интересно реально посмотреть на новые крутые скины. И в чем прикол? Буквально недавно у него вышел пост о том, как он побывал в офисе Supercell. Честно скажу, это по сути ничего не значит и вполне не факт, что он станет дизайнером, но вот просто. Дальше видео я покажу вам пример нескольких его работ и сравните его, например, ну с, блин, я не знаю, с ночной ведьмой Мортисом. Ну, просто вы поймете колоссальную разницу и спросите, почему этот человек еще не работает дизайнером. В общем, я вас не обманул о новых скинах, потому что вполне возможно, что некоторые скины и концепты этого человека реально введут в игру, потому что они нереально годные. И как я уже сказал, он побывал в офисе Supercell, в самом офисе у себя, вроде если не ошибаюсь, в Китае или в Японии. Я могу даже прикрепить ссылку на его пост, где вы сами сможете все прочитать. Так вот, и так, давайте я думаю, наверное, посмотрим сразу же на некоторые его скины, потому что, ну правда, они достойны внимания. Ну и начнем мы, наверное, со скина на Пайпер. Итак, смотрите, это Эльф Пайпер. Как вы знаете, в игре уже есть Пеннин Эльф, но смотрите, она вообще не похожа. В руке у нее вместо зонтика какой-то посох и стрелять она будет, скорее всего, я не знаю, либо стрелами, либо какими-то магическими зарядами. И очень красивыми, потому что, реально, этот скин очень клево проработан. И плюс на Пайпер вообще нет скинов, и мне кажется, такой скин бы добавил что-то нового в игру и самому персонажу, как Пайпер. Поэтому я бы очень-очень хотел увидеть его в игре и поиграть за него. Следующий у нас на очереди будет скин на Джесси. Чем-то он мне напоминает даже, на самом деле, Эльф Пайпер, но этот скин, это, ребят, Ведьма Джесси. В принципе, сейчас на Джесси есть два довольно крутых скина. За 80 гемов эта уточка Джесси и за 150 просто мой любимый скин драконоборик Джесси. Но, вот честно скажу, такой скин я бы за него готов был отдать даже 150 гемов, и я бы очень-очень хотел увидеть его в игре. Поэтому, пацаны, ставьте лайк, если бы тоже хотели. Следующим у нас на очереди будет аркадная Шелли или аркада Шелли, не знаю как перевести. В общем, не суть. Вообще, это идет как отдельный скин, но, честно, вот, по моему мнению, было бы круто, если бы такую Шелли ввели, например, вместо звездной Шелли, Стар Шелли, которую выдавали всем игрокам, скачавшим игру до 2019-го. Мне кажется, такая замена бы обновила игру. Ну, в принципе, посмотрите на эту Шелли, она просто офигенно смотрится. Она нереально прорисована, ее этот клевый бластер, она такая черная, блин, просто какая-то Шелли из будущего. Мне этот скин очень сильно нравится, и я был бы рад, если бы его поменяли на звездную Шелли. Ну, и если уж говорить о заменах, то, мне кажется, нужно просто обязательно упомянуть Барли, просто посмотрите на этого диска Барли. Мне кажется, он идеален. Я думаю, все вы знаете золотого Барли, которого можно купить, если я не ошибаюсь, за 30 геймов сейчас. Ну, это, по сути, обычный Барли, просто золотой, его совсем чуть-чуть перерисованный. Но диска Барли, мне кажется, даже за него можно было поднять цену и поставить его вместо золотого, потому что скин нереально круто прорисован. Этот диска Шар в его руках в скин мне просто полностью зашел, и сам, как я уже говорил, Барли как пирс мне нравится. Кстати, буквально вчера у меня вышел видос про Барли, и если ты его не чекал, то, братан, вот тебе подсказочка, быстрее бери, просто беги и смотри этот видос. Я буду очень рад, если ты посмотришь и оценишь его. Ну, а вот, ребята, скин на одного из моих самых любимых персонажей в игре, это Брок. Думаю, вы все знаете, что мне очень нравится Брок. Итак, скин Ледяной Брок. Вот он прорисован просто максимально до мелочей, я не знаю, он мне очень нравится со всех сторон. Во-первых, Брок стоит на каких-то лыжах, во-вторых, у него очень яркий, красивый костюмчик, такой желтенький с синеньким. В-третьих, смотрите, у него из ракетницы вылетает ледышка. То есть, не какая-то ракета, не фейерверки, а просто ледышка. То есть, понимаете, дизайнер продумал даже это, и мне этот скин просто нереально зашел. Также изменена сама ракета, но, скорее всего, такой скин не добавят, потому что на Брока уже и так введено много скинов. Это там пляжный Брок, еще какие-то, честно, не знаю, вот у меня из-за китайский Новый Год. То есть, Броков очень много, но вот, скажу честно, если бы такой скин ввели, я был бы безумно рад, и я бы купил его просто в первую очередь самым первым скином. Я бы хотел его, наверное, даже больше, чем Феникса Крова, просто скажу честно вам. Также еще один неплохой скин, ребят, на БК, Меха Булл или Мека. Даже не знаю, как это переводится, поэтому давайте условно называть его, окей, Робот Бык. Ну, почему бы и не, потому что реально он робот. Скин, опять же, посмотрите, прорисован круто, но вообще нет никакого шанса, что его введут в игру, потому что, вы посмотрите, он очень сильно похож на тачдаун Блаза, которого я сейчас играю. Прям нереально сильно такой же красный, почти то же самое нарисовано. Но заценить все равно скин мне нереально нравится, и я бы очень хотел его приобрести, даже несмотря на то, что у меня есть уже похожий скин. В заключение я хотел бы показать вам скин на Франка. Мне он тоже очень сильно понравился. Даже не самим скином, а просто отсылкой к Клэш-Рояле. То есть вы видите, да, это реально король из Клэш-Рояля. Вместо молота у него типа башня на конечнике, и сам это король, который сидит в этой самой башне. То есть, ну, понимаете, да, это отсылочка к игре, и вот такой скин, в принципе, вполне возможно, что ввели бы просто как отсылка к Клэш-Роялю. Потому что, ну, игра уже умирает, понятное дело, просто разобрал ее хайп, и такой скин мог бы немножко, может, хотя бы, поностальгировать, помочь игрокам поностальгировать по Клэш-Роялю. Поэтому я был бы очень рад его видеть. И, в принципе, сам, если играешь в Клэш-Рояль, кстати, ставь лайк, пацаны, потому что я его сам недавно скачал. Ну, а на этом, я думаю, я буду заканчивать свое видео. Спасибо тебе большое, братан, что посмотрел. Не забудь поставить лайк и подписаться, потому что, ну, я искал эти скины, я искал вообще фотки этого, нашел этого пацана. Я реально постарался, и поэтому постарайся и ты, напиши свои комментарии вообще, понравилось ли тебе видео, и делать ли мне видео похожих. Потому что, в принципе, я знаю, где это искать, и я могу найти много подобной фигни. В общем, всем огромное спасибо за просмотр, увидимся завтра в следующем видосе. Всем удачи, народ, всем пока.